В Шадринске уже в пятый раз прошел военно-исторический фестиваль «Помни войну». В этом году, напомним, он был посвящен столетию событий Первой мировой войны. На поляну, расположенную рядом с санаторием «Жемчужина за Уралье», чтобы ощутить дух другой эпохи, съехались сотни шадринцев и гостей нашего города. Здесь традиционно работали банк, в котором современные деньги можно было обменять на копии и купюр времен Первой мировой, фотосалон, почтово-телеграфная контора, сувенирные лавки. У собравшихся была возможность покататься на лошадях, пострелять из винтовки, сфотографироваться с казаками и гусарами, послушать романсы 20 века и многое другое. «Очень рады вообще атмосфере, очень радушные жители в том числе здесь. По стране поездили, знаем, не все регионы могут похвастаться таким гостеприимством, наверное, и таким качественным подходом, в том числе подготовки площадок, именно интерактивных, которые работают со зрителями, и впоследствии такого замечательного поля боя». Кстати, география участников реконструкции в этом году была просто невероятная. Приехали гости из Чехии, Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Екатеринбурга, Уфы, Перми, Самары, Тюмени, Челябинска и других городов. «Желаю успеха фестивалю, высказываю глубочайшее уважение людям, которые приехали издалека в наш славный зуральский город Шадринск. Кто его не знал, узнает. Кто знает, тот его еще больше полюбит. Они уедут и понесут рассказы о этом прекрасном месте». «Я от всей души хочу сегодня еще раз поблагодарить организаторов, поблагодарить реконструкторов. Ну, а вам пожелать хорошего, приятного зрелища и понимать, что история, она всегда с нами». И история в этот день действительно подошла очень близко. Кульминацией фестиваля стало воссоздание обстоятельств битвы в румынских Карпатах, которая развернулась в августе 1917 года. Здесь было все. Звуки выстрелов, взрывы, дымовая завеса над полем боя, взятые в плен, раненые и убитые бойцы. И тем не менее, как подчеркивают организаторы, любая реконструкция – это всегда протест против войны. «И самое главное – это то, что мы здесь все и русские, и германцы, и бойцы австро-венгерской армии, мы все здесь друзья, мы все здесь служим единой цели, мы все здесь служим ее величеству военной истории». Впервые на поле боя вышли не только мужчины, но и женщины. Это стало возможно благодаря гостям из северной столицы, которые занимаются реконструкцией деятельности 1-го Петроградского батальона смерти Марии Бочкаревой. И хоть во время сражения, как видели зрители, этим добровольцам было нелегко, сама реконструкция однозначно пришлась им по душе. «Впечатления от реконструкции совершенно замечательные, мы в полном восторге. Она чудесная, было очень хорошо все организовано, все по уставу, все честно, все очень чистенько, красиво, не без сюрпризов, конечно, у нас только валеристы внезапно появлялись и так далее. Но это лишь добавило реконструкции красочности, интереса и просто сделало ее еще богаче и красивее». Присоединились к многочисленным положительным отзывам и гости из Чехии, которые приехали в Шадринск уже во второй раз. «В Чехии не только интересуют историю людей. Они придут, посмотрят, попьют и отходят. Но русские хотят знать, что это за униформы, что это за оружие. Хорошие зрители». Да и, как говорит главный организатор фестиваля, руководитель военно-исторического клуба «Штандарт» Анатолий Педошенко, все получилось сделать куда лучше, чем ожидалось. И даже сама погода этому благоприятствовала. «У нас порадовало количество участников, конечно. Это, наверное, была самая большая география за все годы проведения фестиваля. Ну и вот, честно говоря, мы очень-очень сильно переживали за погоду. Мы сами все видели, что до последнего, практически до последней минуты фестиваля погода была замечательная». Подробный репортаж с места проведения военно-исторического фестиваля «Помни войну» смотрите в ближайшее время на телеканале Шадер-Инфо.